Как воспитать троих и больше детей, построить дом и найти возможность съездить в отпуск, рассчитывая только на свои силы? Искать ответ на этот вопрос в нашем регионе, пожалуй, бесполезно. Каждая многодетная семья в Ненинском округе может рассчитывать на социальную поддержку региональных властей. В этом лично убедилась семья Медниковых. У них в гостях побывала Алена Валей. Одного собрать в школу и на тренировку, с другими поиграть и покормить. Так начинается каждый день многодетной мамы Светланы Медниковой. О том, что она станет хранительницей очага большой семьи, Светлана никогда и подумать не могла. Появление второго ребёнка они с мужем ждали 12 лет. И вот в 2013 году чудо свершилось. На свет появились двойняшки Тимур и Лейсан. Это было неописуемо. Это, во-первых, долгожданное было. Это было неожиданно. Конечно, это была радость неописуемая. Даже сейчас даже… Ну, это не описать. Была просто радость. Радовались все. И близкие, и родные. Ну, все друзья все рады, потому что все знали, как мы долго мечтали о детях. Почти сразу после рождения семья Медниковых получила сертификаты на материнский капитал и компенсацию при рождении третьего ребёнка. 50 тысяч рублей пошли на покупку самого необходимого для новорождённых. Через месяц после появления малышей Медниковы получили и земельный участок. «Весомая такая помощь. Это строительство дома. Нам дали субсидию. И очень строительство нам помогло. Нам даже пришлось взять чуть-чуть в банке, чтобы достроить дом. Большая часть на два государства, как на многодетном». Сейчас семья из пяти человек ютится в двушки на 40 квадратных метрах. Дом полностью готов для заселения. Но к участку пока не подведён ни газ, ни электричество. «Новый дом у нас 150 квадратов, где-то так, ну чуть больше. Там у каждого своя комната будет, большая кухня, зал, прихожая большая для большой семьи, где чтобы мы раздевались, не мешали друг другу, не ругались, как здесь». Материнские капиталы семья направит на погашение кредита и на покупку самого необходимого в новый дом. А пока полуторагодовалому Тимуру и Лейсан вполне хватает места для игр и в маленькой двушке. Тем более, с ними всегда рядом лучший друг и старший брат Данил. Он же главный мамин помощник. «Когда маме надо уйти куда-нибудь, в город поехать, я остаюсь с ними, нянчусь, помогаю ей». По словам Светланы, если бы не помощь родных и властей, растить троих детей пришлось бы намного тяжелее. В среднем в месяц семья Медниковых получает от 30 до 40 тысяч социальных выплат. Также ежегодно на школьников и студентов средних учебных заведений выплачивается по 15 тысяч рублей. Для покупки необходимых в учебе принадлежностей, а также одежды и обуви. Оплачивает регион и часть коммунальных платежей большой семьи. Поддержку округ оказывает не только многодетным. Хорошую социальную помощь получают семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С прошлого года региональные власти стали оказывать поддержку и одаренным детям. Под программой, государственной программой социальной поддержкой граждан предусматривают поддержку, скажем так, детей, которые добились чего-то, каких-то успехов. То есть семьи, где воспитываются дети в нормальной обстановке, то есть у них может быть все хорошо с достатком, они являются призерами каких-то олимпиад. И вот таких детей мы тоже с прошлого года решили, что будем поддерживать. Более того, для решения этого вопроса было непосредственно указание президента Российской Федерации. Дети, которые добились успеха в спорте, искусстве или учёбе, раз в два года вместе с путёвкой в детский лагерь, получают возможность и бесплатно доехать до места отдыха. Дорогу школьникам оплачивает регион. За окружной счёт могут отдохнуть и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также и семьи по путёвкам мать и дитя. Алена Валей, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Продолжение следует...